здравствуйте друзья вечерний вопрос на канале в нашем я выиграл green card в лотерею dv 2017 меня зовут ярослав живу в украине в небольшом городке работаю в фото-видео студии занимаюсь свадебной видеосъемкой монтажом видео обработкой свадебных фотографий монтажом фотокниг английский на среднем уровне но активно продолжаю изучать смотрю американские сериалы телеканалы слушай радиостанции на английском есть большое желание уехать в сша проблема в том что на переезд у меня очень мало денег это единственная какая проблема интересно родственников или друзей в сша нет планирую ехать один так решение на работу нет значит ничего вообще никого один окажется в деньгах проблем денег по приезду будет примерно около 1 тысячи долларов траты на медкомиссию интервью в посольстве билет на самолет я сюда не включаю значит где-то он потратился 1000 долларов осталось полетел городок у нас очень маленький зарплаты невысокие работы мало поэтому большую сумму собрать вряд ли получится так вот реально ли начинать иммиграцию если по приезду в сша будет одна тысяча долларов в кармане смотрю многих блогеров читаю форумы в большинстве случаев люди едут или к родственникам у которых бесплатно живут и которые помогают в первое время или едут с большими деньгами с большими тысяч долларов на одного михаил подскажите как мне правильно поступить моей ситуации на мой взгляд с небольшими деньгами нужно ехать в дешевый штат например в техас но с другой стороны в техасе нужен автомобиль а денег на его покупку не будет или другой вариант ехать в любой большой город где развит общественный транспорт например чикаго филадельфия сиэтл портланд там дороже аренда но быстрее можно найти работу например можно ведь до приезда арендовать комнату на сайте airbnb на неделю-две а по приезду сразу же идти на любую работу и параллельно искать работу в сфере свадебного фото видео хотя бы и помощником фотографа или видеографа или третий вариант с такой суммы денег нет смысла ехать сша потому что ее не хватит на первое время как думаете как правильно поступить моей ситуации в какой город лучше ехать с небольшой суммы денег спасибо за ответ что мы скажем нашему ярославу то что он выиграл в лотерею то что у него есть разрешение на работу это очень 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 большое дело то есть он абсолютно вырывается из ситуации когда не то что там какую работу а хоть какую работу там еще что-то но он может пойти из первого дня работать он может с трапа сойти начать работать это это очень важно я крайне сомневаюсь что он может устроиться работать по видеосъемке вот так прямо с самолета бах и на видеосъемку мало того я крайне сомневаюсь что ему нужно к этому стремится поначалу потому что у него нет денег соответственно он не может себе позволить жить на 150 или там 200 долларов в месяц понимаете он не проживет на эти деньги а на видеосъемке не помощником фотографа не фотографом вот он он не проживет просто нет 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 там денег никаких но вот он раз в неделю там на свадьбу пойдет куда те возьмут помощника он будет там ходить с камерой или чуть там свет носить я не знаю но дадут ему там не знаю 100 долларов но может быть 200 дадут но жить ты как на это поэтому ему нужна работа всякий новый иммигрант основной задачей его является самообеспечение первично когда он первично самообеспечился он начинает думать о чем то ну скажем так следующим вот сначала хлеб потом с маслом потом с икоркой вот потом может еще какие планы появятся у кого какая фантазия может быть шампанское хорошая вот а может сначала простенькое шампанское а потом значит и дорогое и так далее то есть нельзя перепрыгнуть через два лестничных пролетов понимаете значит но есть там ступенечка идешь по ступенечке удалось через ступенечку вообще молодец тем более денег нету соответственно у него нет нет ресурсов на ошибки исправления ошибок и так далее он должен сразу начать работу с точки зрения того что денег у него ну просто вообще нет фактически ни на что хотя были люди и с меньшими деньгами приезжали чем меньше у тебя денег тем больше ты должен активности проявить в жизни активности и подготовленности для того чтобы тебя дальше все было нормально поэтому язык конечно в первую очередь во вторую очередь правильное место попасть я думаю что и нью-йорк и чикаго и майами и филадельфия и лос-анджелес и сиэтл и сан-франциско то есть как бы все все это правильные места там много соотечественников а там много работы особенно я бы сказал вот я вот нью-йорк поставил на первое место как бы ты по первоначальной выжимаем выживаемости плюс там транспорт общественный плюс там может быть не в самых лучших местах но можно очень очень недорого там пристроить плюс там очень много наших соотечественников то есть есть с кем заранее договориться вот и насчет airbnb я не уверен что это дешево то есть это не всегда дешево но если удастся дешево пожалуйста есть конце концов есть хостел и ну но поживите в хостеле там может быть не так комфортно но но вообще какие-то смешные деньги там типа там 15 долларов в день хостел неплохо вот и скажите себе я абсолютно не комплексую по поводу первой работы и 2 и 3 тоже может быть вы месяц чем-то одно поделаете потом два месяца еще что-нибудь поделать потом три месяца еще что-то поделать параллельно вы можете нам на крекс листе например там давать объявление что вы съемку ведете вы можете например дозвониться там по газетам обзвонить тех кто ну фотографии люди занимаются может быть обработкой это видео съемка можете предложить свои услуги но скорее всего это будут какие-то разовые проектики может быть вы там сильно денег не заработаете но как-то как как-то круг будет знакомых вот научитесь там может быть какие какие-то какой-то техники которые вы сейчас не владеете потихоньку потом может быть с американцами начнете работать и так далее в этом смысле конечно я бы сказал что нью-йорк самое правильное место вот если меня спросить я думаю что это самое правильное место там много чего происходит там больше возможности скажем в той в такой профессии нет мне так кажется себя реализовать но самое главное что в нью-йорке можно просто выживать там там проще выживать там много любой работы любой настройки например скажите себе я готов работать на стройке и и в этом смысле но свяжитесь заранее значит с ребятами на форумах спешитесь не надо писать объявления там на форуме я там ищу вот идете скажем на какой-нибудь там говорим про вес например и там есть раздел про нью-йорк видите людей которые живут они вам симпатичны пишите им в личку форума и конкретно спросите вот допустим что-то но вот какой-то совет ну только конкретно да то есть все было понятно что человеку надо помочь а не то что человек за человека нужно сделать никто не хочет за вас ничего делать но если вы готовы делать свою работу то желающих помочь много я хочу не помочь хорошему чеку то господи чем больше вы готовы сами делать тем больше желающих вам помочь вот такая интересная ситуация поэтому господи когда у тебя грин карта есть люди нелегально приезжают вот туристить по туристической визе у меня там 100 долларов в кармане и тоже ничего это же они выживают и тоже как-то они устраиваются но может быть там где-то на вокзале там поночевать несколько дней но но тем не менее понимаете поэтому чем меньше у тебя с собой есть тем больше ты мотивирован тем шустрее ты себя ведешь значит тем скорей ты куда-то устроишься вот собственно и все то есть то что у вас нет много денег она неплохо на самом деле на самом деле то есть у вас будет меньше оснований считать что вы в порядке и вам спешить некуда и там можете пошиковать или там какие-то лишние расходы на свою голову не надо вот экономите каждый центик у вас их не так много центиков лишних то вот и все но самое главное это найти какую-то возможность вот пристроиться еще до того как вы приехали есть формы городские там в том же нью-йорке русскоязычные есть группы очень большие на большие группы на одноклассниках в вконтакте в фейсбуке громадные русскоязычные группы там там много много тысяч людей я так понимаю что если группы которые скажем сан-франциски и там по 4 5 6 тысяч до то в нью-йорке это может быть и 10 и 15 20 я никогда не смотрел но я предполагаю поэтому вот скажите себе нью-йорк так скажите себе любая работа но неплохо бы к любой работе какой-то списочек если вы не можете сразу определиться но скажите себе я ищу список того чего можно делать с грин карты может быть вы можете ухаживать за там пожилым мужчиной например с проживанием вы можете сразу приехать у вас сразу будет где поселиться например и и так далее то есть это может быть тяжелая работа но зато вы при деле учите язык потихонечку там разбираетесь осваивать а все а все уже работа это востребовано по уходу работать востребовано вот определитесь там 2 3 4 там профессии по которым вы готовы работать стройка шикарно востребовано с первого дня там можно выходить хотя не знаю в нью-йорке может быть есть строительный сезон там не знаю но но в любом случае ремонтные работы круглый год идут все что под крышей даже зимой работает так что вот я бы так сказал счастливо а